что я думаю постоянно мужчине андрей андреевич помогите давайте что-нибудь сделаем с этим мужчина и так далее и после этого разговор был один и тот же это знаете что врут мужчины женщине во время того когда хотят с ней переспать или когда хотят и завоевать ее сердце то есть если бы женщина знала всю правду о своем мужчине в тот момент когда она начала с ним общаться или при первой встрече то я могу сказать что она бы дальше с ним не захотела жить почему есть очень хорошие слова в биографии правду не печатают понимаете если эти слова дело в том что вам же нужно купиться на то что говорит этот мужчина и он говорит вам это потому что видит или чувствует что вы хотите это услышать если вы согласны со мной поэтому когда женщина начинают встречаться с мужчиной то он очень часто начинает не врать я даже могу сказать что у меня есть вывод такой он где-то возможно может обидеть каких-либо людей но или мужчин но я могу сказать вам что скорее всего если бы женщина знала всю правду о мужчине который начинает за ней ухаживать то она бы ни за что за него замуж никогда бы не уж ну знаете то же самое можно сказать и о мужчинах и женщинах то есть если бы мужчина знал всю правду о своей женщине то скорее всего он тоже бы ее не взял в жены и так далее но это конечно не концептуально тем не менее могу сказать что очень часто когда женщины приходят ко мне они как обиженные дети а именно на это это похоже они как обиженные дети начинают говорить я очень его люблю но он и дальше начинается он ушел к другой женщине дальше он не может со мной встречаться потому что он переспал с другой женщины несколько раз а эта женщина болеет синдромом иммунного дефицита и теперь он не хочет со мной встречать ужас какой ужас но я верю что это неправда обычно я говорю стоп стоп давайте вот этого произносить ничего не будем и обычно я продолжаю и говорю человеку вот смотрите у меня дома есть ребенок допустим маша она взрослая достаточно и уже три года и она подходит когда горит свеча а мы зажигаем свечу в субботу и когда горит свеча она подходит и начинает тянуться и говорить папа дай мне свечку папа дай свечку горячую хочу поиграться с огнем скажите когда ей я не даю ее начинает кричать ей очень хочется эту свечку взять очень хочется ей так хочется что она ничего не может сделать а почему я ей не даю эту свечку а я и не даю потому что я знаю что она обожжется об эту свечку так вот первое она очень хочет и при этом она очень страдает но она не понимает что в случае если вот допустим как как это можно применить мужчине и женщине женщина говорит я очень хочу этого мужчину очень а вы знаете на сто процентов он скорее всего вас в этот момент совершенно не хочет